Добрый вечер, в эфире ЗАМАН. В студии для вас работает София Бляева. 3 февраля 1072 день аннексии Крыма. Сегодня в выпуске. Боевики не прекращают огонь по позициям военных под Авдеевкой. Украинская армия потеряла 10-го бойца. Пошло. В центре Киева попрощались с очередным героем, павшим на востоке. США не отменят санкции против России до деоккупации Крыма. Крым – это часть Украины. Наши санкции связаны с Крымом. 10 бойцов вооруженных сил Украины погибли. 66 ранены. Таковы результаты боев за Авдеевку, которые длятся почти неделю. Боевики совершили около 40 длительных обстрелов и выпустили почти 6000 снарядов. О том, как прошла минувшая ночь, расскажет Роман Спиридонов. Сначала залп, потом гул. Пошло. Это ночной запуск боекомплекта установки «Град» из жилых кварталов Донецка. О том, что эта съемка сделана 2 февраля, подтверждает обстановка на видео. Видны последствия взрыва в микрорайоне «Мотель». Там сдетонировал склад с боекомплектом. Снаряды, выпущенные боевиками по Авдеевке, легли прицельно. Палаточный городок, пункты обогрева, стадион и вторая школа. Там в этот момент разгружали гуманитарную помощь. Мина разорвалась возле машины спасателей. Сотрудница пресс-службы Вероника Бахал приехала на этом автомобиле. Она с оператором успела зайти в здание до обстрела. Раненого спасателя госпитализировали в тяжелом состоянии. Прямое попадание в дом на улице Молодежной разрушило газопровод и теплотрассу. Осколками стекла женщину ранило в своей квартире. Ещё одна женщина погибла от попадания снаряда в многоэтажку. Вместе с ней в квартире находился британский журналист. Его госпитализировали с ранением глаз. Один под угрозой потери. Утром в город вышли полицейские патрули в поисках разрушений и раненых. Открылась одна школа. Мы пытаемся сейчас поддержать теплоснабжение. По вопросам энергоснабжения пока не удается организовать выход на линии для того, чтобы восстановить. Потому что режим тишины пока совлюсти не получается. В городе продолжается эвакуация людей. Скажите это, ваша фамилия? Вы вдвое, да? Всё, заходите, пожалуйста, в автобус. Люди уезжают снова в Светогорск. Это те, которые люди живут непосредственно в близности от места обстрела. Российская сторона снова дала письменные гарантии прекращения огня. В этот раз до 18.00 и только в районе обрыва линий электропередач. Обстрелы позиций украинских военных не прекращаются. Роман Спиридонов, Анна Добровская, Авдеевка, Заман, АТР. На Майдане независимости попрощались с лейтенантом 72-й механизированной бригады, героем Авдеевки Леонидом Дергачом. Буковинский боец погиб 1 февраля во время выполнения боевого задания. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Перед тем, как пойти на войну, академик, именно такой позывной был у Леонида Дергача, преподавал в университете Черновцов. Капелланы, военные, волонтеры и простые люди на коленях встречают героя. Бойцу Леониду Дергачу было 38. Братья-волонтеры Руслан и Владимир говорят, ежедневная боль из-за потерь возобновилась новой силой. Болеть, втрачаем на кращих сеней. Это действительно цвет нации. Им низкий уклин и их родителям. Надо восстановить тех, кто погиб за Украину, за каждого из нас. Это война в Москве против Украины. Демобилизованный Александр служил с Леонидом Дергачом в 2015 году. Пришел обычным солдатом. За полтора года начал командовать ротой. К нему отправляли бойцов, которые не могли найти общий язык в других сводах. Вместе создавали новые позиции. Это позиция Куба у них была. Эта позиция была создана благодаря Леоне. И она давала защиту от диверсийных групп противника. В целом, в сироте. И не давала возможности обойти с фланги. Я знаю, что Леонид был в самом ответственном месте. И поэтому так случилось. Он не отсидевался, не ховался за кем-то. А сам принимал решения и ввел за собой людей. Он такой смех, он такой синий, ясный синий очки. Он говорит, Лена, ну вы же прийдете домой, она на новые позиции. Я говорю, да, Леонид, конечно, прийдем. Это было в понедельник. А потом уже в пятницу началось это все. И я просто уже не встила. Леонид Дзенгач имел позывной академик. До войны преподавал на юридическом факультете Черновицкого университета. Кандидат юридических наук оставил карьеру и пошел на восток. Сколько могут быть эти минские годы, когда ни война, ни войны, ни мир, ни защиту державы. Мы только терпим, как нас вбивают. Президент России Владимир Путин обвинил украинское правительство в обострении ситуации на Донбассе. Накануне российский президент на пресс-конференции в Будапеште заявил, Киев использует конфликт, чтобы заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа. Вот как Владимир Путин пытался пояснить свое видение ситуации в Авдеевке. Что касается сегодняшнего обострения, то мы зафиксировали, что оно началось. Позиции действительно наши известны. Спровоцировали с украинской стороны. Санкции США против России не отменят до деоккупации Крыма. Об этом в Нью-Йорке сообщила новый посол США в ООН Ники Хейли. Америка продолжает осуждать и призывают к немедленному прекращению российской оккупации Крыма. Крым – это часть Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия будет контролировать украинский полуостров. Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 90-30% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. В то же время на сайте Минфина США сообщается, что Америка все же ослабила санкции в отношении ФСБ, введенные Бараком Обамой в конце 2016 года из-за кибератак во время американских выборов. На заседании Совбеза ООН Россию призвали прекратить агрессию в Украине, начать выполнять Минские соглашения и больше не снабжать боевиков оружием. Ответственность за начало и продолжение конфликта на востоке Украины лежит непосредственно на России и сепаратистах, которых она поддерживает. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании в Вашингтоне ясно дал понять, что Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину до полного возвращения ее суверенитета и территориальной целостности. Хочу посоветовать, верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, из которого Вы превратили огромную военную базу. Тогда Ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста. Фигурант у Ялтинского отдела Хизбут Тахрир Вадиму Сируку продлили арест на два месяца. Жена задержанного Анна Богачева сообщила, что он будет содержаться под стражей как минимум до 8 апреля. Сторона защиты попросила изменить меру пресечения на домашний арест, однако подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Адвокат Вадима Сирука Эмиль Курбединов, он сейчас также находится под арестом из-за публикации в сети видео, которое он сделал 4 года назад. Крымско-татарские активисты обсудили условия содержания политзаключенных мусульман за решеткой. В оккупированном Симферополе прошло заседание общественного объединения «Крымская солидарность». Ее участники – юристы, правосащитники и родственники заключенных. Ребята также лишают питания. Утром они не успевают завтракать, обед они находятся в суде. На каждом заседании мы ходатайствуем о том, чтобы их обеспечили питанием, либо вывозили в СИЗО. Однако суд ссылается, что это не его компетенция. Через людей, которые были на суде, они сказали, что он в Ростове. Я написала заявление на свидание, пока ответа нет. Мне никто не отвечает, не звонит, известий нет. И я не знаю вообще ли он там. Двоих россиян, которые выступали против запрета хиджаба в Мордовии, отправили за решетку на два месяца. Еще один активист помещен в судом под домашний арест. В январе в мордовском селе Белозерье активисты отстаивали право своих односельчанок приходить в школу с покрытой головой. По информации издания известия Мордовии, их обвиняют якобы в даче взятки. Третий день подряд румынские активисты выходят на антиправительственные ночные забастовки. Десятки тысяч людей в Бухаресте и других городах страны протестуют против ослабления законов по борьбе с коррупцией. Это самые масштабные протесты после падения коммунизма в 89-м. Несмотря на это, правительство отказалось отозвать указ о декриминализации коррупционных преступлений, совершенных чиновниками. Изменения предусматривают, что в Румынии не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 40 тысяч евро. У нас есть 10 дней на то, чтобы изменить ход событий. Если в течение 10 дней правительство откажется от нового декрета, то закон не успеет вступить в силу и правовой системе не будет нанесен ущерб. Так что все международные партнеры Румынии, как Еврокомиссия, так и отдельные члены ЕС и наши партнеры из-за океана должны оказать давление с помощью любых доступных им способов для того, чтобы правительство отказалось от этого закона. В память о Кузьме Скрябине появился песочный клип. По случаю второй годовщины трагической гибели лидера украинской рок-группы Скрябин Андрея Кузьменко, крымская художница Ксения Симонова создала песочную анимацию «Добряк». 2 февраля 2015-го в результате ДТП в Днепропетровской области украинский певец и телеведущий погиб. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Восьмой турнир по национальной борьбе Куреш состоится 4 февраля в селе Октябрьское Красногвардейского района в Крыму. Соревнования посвящены памяти дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя Амитхана Султана. Начало соревнований в 11.00. На этом все. Больше расскажет муслим умеров уже через 2 часа. Я желаю вам хороших выходных. Оставайтесь с АТР. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин